Управление CRM-системой на примере товаров и сделок. Как добавить контакты в CRM-систему? Для этого нам нужно перейти в контакты клиентов. Вот наши клиенты и жмем добавить контакт. Здесь мы указываем фамилию, имя, отчество. Также мы можем добавить изображение. И указать дату рождения. К примеру, 2002 год. Где же мы указываем телефон нашего клиента и email адрес. При необходимости можно добавить его паспортные данные. Также мы можем дописать дополнительное описание к клиенту. После того, как мы заполнили все поля, нажимаем сохранить. Данный клиент добавлен в нашу базу. Если нужен еще один клиент, нажимаем также добавить клиента. Добавляем услуги и товары. Переходим в раздел услуги. Для того, чтобы нам добавить новый раздел, нажимаем добавить раздел. Пишем имя нашего раздела. Допустим, у меня раздел будет называться «Дети до 18 лет». Жмем добавить. Далее заходим в эту папку. И здесь мы уже указываем наши товары. Наши услуги. Это и есть товары. Жмем добавить товар. И указываем имя нашего товара. Допустим, это будет абонемент на месяц. Здесь вводим дополнительное описание. Можете ввести свое любое дополнительное описание. Указываем цену. Также здесь мы можем поставить НДС. Включено в цену. Мы можем добавить картинки, которую мы сделаем и нажимаем сохранить. В данном разделе у нас добавился товар. Если нужен еще один товар, жмем добавить товар. Давайте вернемся в разделы. И допустим, нам этот раздел не нужен. Мы его можем удалить. Для этого нажимаем на папочку правой кнопочкой и жмем удалить раздел. Нажимаем ОК. И все товары в этом разделе будут удалены. Вместе с разделом. Данные разделы добавляются так. Как редактировать панель сделок. Для этого нам нужно зайти в раздел Добавить сделку. И здесь мы хотим указать данные разделы. Допустим, у меня это будет тренер 1, тренер 2, тренер 3, тренер 4, тренер 5. Если нам не нравится цвет, мы можем его поменять. Выбираем любой цвет, который нам нравится. И применяем его. Также мы можем удалить ненужный нам раздел. Для этого достаточно нажать на крестик и нажать удалить. Как добавить сделку с услугой. Ну, с нашим товаром. Для этого нам нужно нажать Быстрая сделка на плюсик. Нажимаем на плюсик. Пишем группу, для которой будет выполнена данная сделка. Допустим, это у меня будет группа 1, МП. Жмем контакты и указываем нужный контакт. Жмем сохранить. Теперь нам нужно применить услугу к данному клиенту. Для этого нажимаем на клиента, жмем товары и выбираем нам нужный товар. Пускай у нас будет этот товар. Жмем выбрать. Закрываем. И жмем сохранить. Отлично. Мы добавили услугу для нашего клиента. Давайте добавим еще одну. Также мы нажимаем плюсик. Указываем группу и указываем нового клиента. Пускай это будет группа 2, МП. Жмем сохранить. Нажимаем на группу 2, МП. Переходим в раздел товары и нажимаем выбрать товар. Выбираем другую услугу, которая нам нужна. Пускай это будет услуга за 3 сотки. Услугу добавили. Жмем схранить. Закрываем. И как мы видим, у нас автоматом идет подсчет услуг. Теперь у нас 2,3. Услуга за 2 тысячи и услуга за 300 рублей. Давайте добавим другому тренеру услугу. Опять выбираем клиента. Это будет Евгений Антонов. И пишем группу. Группа 2, МЮ. Жмем сохранить. Жмем на группу 2, МЮ. Переходим в раздел товары. Нажмем выбрать товар. И указываем данный товар. А это будет услуга за 2,800. Нажмем сохранить. Закрываем. Как работает с отчетами. Значит, у нас есть у тренера 1,2 условия на 2,300. У второго на 2,800. Давайте перейдем в раздел отчеты. Здесь у нас показывается общая сумма сделок. И у кого сколько сделок совершено. Данная сумма 5,100. Давайте перейдем в список. Здесь у нас показаны незавершенные сделки. Здесь мы их можем удалить. Вот эти 3 сделки. Давайте вернемся обратно в список. И закроем наши 2 сделки. Нажимаем на последнюю иконку. И нажимаем сделку успешно. Еще раз нажимаем еще на одну сделку. Сделка успешно. Возвращаемся к нашему списку тренеров. И видим то, что у нас осталась одна услуга, которую мы не завершили. Давайте перейдем в раздел отчеты и посмотрим, что там происходит. Данные сделки, которые мы завершили на 3,100. Осталось 2,000. Давайте завершим и эту сделку. Завершить сделку. Переходим в отчеты. И видим то, что все сделки выполнены на сумму 5,100. Как удалить эти все сделки? Давайте перейдем. В раздел завершенные сделки выделим все сделки и нажмем удалить. И нажмем продолжить. Сделки удалены. Давайте вернемся отчеты по сделкам. И видим, что у нас 0 рублей. Теперь мы можем составлять новый отчет для наших тренеров. Видите, услуг нет. Мы можем нажать быстрая сделка и добавить еще одну сделку. Указать группу. Указать услугу. И она вновь будет в отчете. Так мы составляем новые отчеты. Как изменить реквизиты компании? Для этого нам нужно перейти в раздел счета. Нажать выставить счет. Пролистать ниже. И перейти в раздел реквизиты вашей компании. Жмем бассейн ремаш. Нажимаем изменить. Здесь мы можем задать имя нашей компании. Тип компании. Сервер, в котором мы работаем. номер телефона. Указать e-mail. Указать сайт. Указать любую социальную сеть. Там их много. и раздел реквизит. Чтобы их изменить нужно нажать вот на этот карандашик. У нас открываются реквизиты и меняем все реквизиты, которые нам нужны. После этого нажимаем сохранить. После того, как мы все сохранили, нажимаем крестик. наши реквизиты изменены. Как распечатать счет сделки по данному клиенту? давайте перейдем в раздел добавить сделку. Вот у нас есть одна добавленная сделка, которую я только что добавил. Внимем группа 1 ПМ и нажимаем документ счет. Нажимаем использовать. Либо у вас ничего не появится и будет создать придется новый документ. Ждем в течение 20 секунд у нас создаются реквизиты. После того как реквизиты созданы нам нужно скачать либо PDF-файл либо DOG-файл и распечатать его на принтере и отдать клиенту. Всем спасибо за просмотр. CRM управляется примерно так.